Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, спросить большой организаторам за приглашение. Поговорим о новых рекомендациях, которые вышли совсем недавно по раку толстой кишки и молекулярному тестированию. Но, как всегда, сначала у нас полнейшая прозрачность. Мне, к сожалению, ничем интересным поделиться в этом аспекте не приходится на данный момент. Рекомендации. В марте этого года появилась эта публикация, которая была сразу опубликована в нескольких журналах. Это результат такого титанического труда экспертов, представителей четырех организаций. Американское общество клинических онкологов, колледж американских патологов, ассоциации клинических патологов и ассоциации молекулярных патологов. То есть тут было действительно такое усилие со всех сторон, которое в результате получилась эта публикация. Это первая серия этих публикаций. Они планируют апдейты периодически, скорее всего, каждые два года. Перед тем, как мы рассмотрим, что же там рекомендовано, давайте два слова скажем о биомаркерах, чтобы определиться с терминологией. Маркеры у нас бывают диагностические, которые способствуют постановке какого-то определенного диагноза. В данном случае мы будем говорить о предсказательных маркерах, которые могут помочь нам предвидеть ответ на определенную терапию. И как пример этого, молоклональные антитела против EGFR будут с разным ответом при наличии различных мутаций в самом EGFR или в других компонентах каскада, в котором он задействован. И также прогностические маркеры, которые позволяют предугадать прогноз данной опухоли и пациента в итоге. Также важно понимать, что рекомендации, когда мы пытаемся их создать, они различаются по силе. Это единственный перевод, который я могла придумать. Может быть, вы мне поможете более адекватную терминологию в этом плане найти. Но это базируется, и это функция качества данных фактически. То есть вы будете видеть термины как strong recommendation, настоятельная рекомендация, это то, что я могла придумать. Это просто рекомендация, экспертное мнение и отсутствие рекомендации. Отсутствие рекомендации – это не значит, что это не рекомендовано. Это значит, что у нас просто недостаточно данных на этот момент во времени, чтобы говорить об этом с достоверностью. Также уровень доказательности данных. Используя вот эту градацию, были все эксперты, участвующие в этом проекте, читали литературу и оценивали данные на основании вот этого уровня доказательности этих данных. То есть все было очень формально, систематично. Что же было сделано? Как я уже сказала, более 25 экспертов были сначала выявлены основные вопросы, которые эти рекомендации должны были рассмотреть. Первое – какие маркеры, естественно. Очень важно, какой материал подходит для тестирования, какие методики использовать и как внедрять. Это тоже немаловажно. Поиск литературы. Литература была поднята с января 2008 года по август 2013. После того, как первая версия рекомендаций вышла и они получили, и была представлена на обозрение более широкой публики, они получили поправки к этим рекомендациям, добавили еще литературу. То есть закрылся этот список 12 февраля 2015 года. Все, что было опубликовано после этого, в данную версию рекомендаций не вошло. Было более 4000 абстрактов тезисов просмотрено, полных статей более 800. В итоге сбор данных количественных проводился из 123 статей и более 70 обзоров и мета-анализов. Выработаны, как я уже сказала, были на основании этого предварительные рекомендации, представленные на обозрении для комментариев широкой аудитории, и окончательную версию уже увидела свет. То есть процесс такой очень трудоемкий, очень систематичный, но это то, как, в общем, это надо делать. Итак, давайте перейдем уже к самим рекомендациям, так как времени у нас не так много. Какие же рекомендации? Во-первых, расширено или expanded тестирование RAS. То есть мы все, в общем, более-менее знаем про K-RAS, добавлен еще один ген N-RAS, и специфицированные ксоны и кодоны, которые надо тестировать, если этот пациент с колоректальным опухолью рассматривается как кандидат для таргетной терапии с anti-EGFR препаратами. Описаны все так называемые hotspots или горячие точки, в которых мы наблюдаем самые часто встречающиеся мутации, и это надо тестировать. Почему мы это тестируем? На основании более 300 исследований и почти 75 тысяч пациентов, вот кумулятивно в этих исследованиях было посмотрено, назначать терапию с противо-EGFR препаратами не имеет смысла у пациентов с мутированным K-RAS. Только при наличии K-RAS и N-RAS дикого типа мы можем ожидать ответ от терапии, которая достаточно дорогая. Разные исследования, иногда их тяжело сравнивать, но вот это сводные данные из всего, что они посмотрели. То есть RAS у нас в данном случае очень важный каскадный путь, и мы сейчас его очень быстренько и коротенечко посмотрим. Я уверена, что вы все это уже знаете, но если вы видите, где находится K-RAS в этом сигнальном каскаде, он ниже EGFR, вниз по течению. Мутации, которые описаны для него, они активируют и замыкают этот ген в состоянии активации, и каскад постоянно активен. Вне зависимости от присутствия леганда на рецепторе EGFR. То есть если мы будем блокировать рецептор, эта мутация все равно будет запускать каскад, и всему лекарство не будет работать. Следующее. VRAF. И V600, V600E и мутация. Для чего мы будем ее текстировать? Это уже не предиктивный маркер, как предыдущий, который мы только что обсудили. Это прогностический маркер для стратификации, потому что явно по данным многих исследований у больных с мутированным VRAF прогноз значительно хуже, и выжимаемость без прогрессирования, и общая выжимаемость значительно хуже. Также есть, по некоторым данным, может быть снижен ответ на терапию, таргетную с EGFR, но нельзя об этом говорить еще. Есть данные, которые немножечко конфликтуют в этом аспекте. Также для чего мы можем использовать VRAF, и сейчас мы поговорим о MMR, MSI и механизм репарации неспаренных оснований. Выучила, как это по-русски. Опухоли, которые сейчас, опять же, предмет большого интереса, не только с точки зрения скрининга на синдром Линча, но и у спорадических опухолей. Так вот, если у нас есть потеря одного из генов в репарации неспаренных оснований, в частности, MLH1, то если присутствует в этой опухоли мутация VRAF, то почти в 100% случаев это опухоль спорадического генеза, то есть дальше генетическое тестирование этим больным не показано. Но вот следующее, где написано «нет рекомендации», вот сейчас на основании того, что мы знаем на данный момент, недостаточно данных, чтобы использовать VRAF как предсказательный маркер для NTHFR-терапии. То есть просто качество наших данных и их количество тоже. Еще, может быть, мы туда придем, в следующей версии этих рекомендаций, но мы пока еще не там. Так, тестирование ферментов. Давайте поговорим о репарации неспаренных оснований или ММР. Какие цели этого тестирования у пациентов с раком толстой и прямой кишки? Ну, во-первых, естественный скрининг синдрома Линча. И это в основном будет иметь значение для семьи, для родственников. Также у этих пациентов будет проходить скрининг эндометриального рака, потому что также повышена частота отречательности эндометриального и других раков у этих пациентов. Но и стратификация прогноза, потому что пациенты с нарушенным ММР статусом прогностически ведут себя по-другому. Про синдром Линча и про вот эти четыре гена, которые составляют этот комплекс репарации неспаренных оснований, они не способны коррегировать подрешности репликации. Схему мы разбирать в подробностях не будем, потому что у нас не так много времени. Но вы должны хорошо понимать, как мы можем на это смотреть. Если мы хотим посмотреть экспрессию гена, мы делаем иммуногистохимию на вот эти четыре маркера. Если у нас отсутствует экспрессия, мы видим негативную окраску. Соответственно, у нас потеряна экспрессия. Возможно, этот пациент, носитель синдрома Линча, или это соматический, спорадический процесс. Мы также можем смотреть на фактически тот же феномен. С другой стороны, делая методику, основанную на ПЦР, смотреть микросателлиты. И если они нестабильны, то, соответственно, фактически мы получаем ответ на примерно тот же вопрос. Но это как бы уже результат того, что в этой опухоли коррекция репликации не происходит. Что же нам делать дальше? Если мы увидели это, самый частый, если мы видим потерю иммуногистохимические одного экспрессии этих генов, самый частый будет потеря MLH1, и он демеризируется с PMS2, то есть потерянный будет, как правило, оба. Мы должны ответить на вопрос, это наследственный рак или спорадический. Метеллирование промоутера MLH1, пожалуй, самая частая причина этого геновического феномена и потеря MLH1. В 50% мутация БИРАФ будет тоже присутствовать, то есть это как бы суррогатный вторичный маркер, но это не стопроцентный ответ. Метеллирование промоутера мы можем посмотреть, и если у нас метеллирование промоутера отсутствует, то тогда требуется дополнительное исследование, генетическая консультация, и уже мы смотрим герминальные мутации в этом гене. А если нет, то, соответственно, это спорадический рак, который мы назовем MSI-HI, который тоже сейчас с большим интересом его изучают все, кто только можно. Значит, соответственно, сейчас мы перейдем к концепции MSI-HI или Deficient MMR, наследственный синдром Линчек, о котором мы уже поговорили. Это первый хит, герминальная мутация в одном из этих генов, и соматическая мутация вторая, то есть это типичная дабл-хит национальная гипотеза. Это один аспект. Спорадические мутации в этих генах описаны, эпигенетическая инактивация или метеллирование, про которое мы поговорили. И в части случаев этиология неясна. Мне совсем недавно пришел очень интересный случай. У женщины сначала был рак толстой кишки, и там обнаружили MSI-HI, метеллированный MLH-1, и решили, что это спорадический рак. Через 8 лет у нее случился рак эндометрия. И у нее тоже, интересно, был MSI-HI и метеллированный MLH-1. И туда они задумались и прислали вот то, что я уже видела буквально за неделю от места суда. Они прислали кровь на тестирование метеллирования MLH-1. У нее, так сказать, конституциональное метеллирование MLH-1. То есть это нельзя назвать наследственным, но ведет она себя как наследственный синдром. То есть тут еще много интересного, что мы можем про это узнавать. Но такие вещи тоже бывают. Тут далеко еще не все однозначно, и мы не все еще знаем. Ну, теперь самое сейчас интересное – это иммунная блокада. И все очень с оживлением следят за публикациями по поводу ингибиторов PD-1 и пытаются их применять. И сейчас не только про прикол рактальном раке недели, месяц примерно назад. ФДА в Штатах по ускоренному траку апробировала блокатор PD-1 практически всем ракам, которые вот MSI-HI. То есть сейчас у нас уровень запросов на этот тест повысился просто в геометрической прогрессии. Присылают все, что угодно, и мы смотрим. Безусловно, окраска и иммуногистохимия на PD-1 тоже будет иметь значение и все смотреть. Но с тем, что есть уже организации, которые по ускоренному механизму апробировали этот препарат на основании этого маркера, конечно, сейчас мы будем, видите, больше данных собирать на эту тему. Дальше. Какие еще гены были рассмотрены в этих рекомендациях, но, к сожалению, на данный момент опять же не получили по силе доказательности данных статус рекомендации. Мутации в ПИК-3СЕ. Есть публикации на основании ретроспективных исследований, что улучшается прогноз при приеме ацетилсалициловой кислоты в постоперационном периоде у этих пациентов. но сейчас данных этих недостаточно чтобы это приняло силу рекомендации скорее всего мы до этого дойдем в следующей версии следующий ген которым тоже сейчас очень много интересуется и занимаются питен смотрят его и магисти химически или по фиш или мы когда мы делаем секвенирование видим делец и фпт но опять же недостаточно данных чтобы рекомендовать его тестирование в рутинной клинической практике вне условий клинического исследования но это тоже на горизонте и готовым к этому надо быть что эти рекомендации еще осмотрели вот это обсудили это очень очень важно какой опухолевой материал использовать для тестирования безусловно предпочтительно использовать метастатические опухоли или рецидивы колоректального рака но если это очень большое и важное если которое надо понимать если препарат содержит достаточное количество опухолевого материала а если это маленькая пункционная биопсии там три с половиной клетки на которой на основании которых мы смогли поставить диагноз рецидива или метастаза но скорее всего это не будет достаточно для тестирования вполне допустимая альтернатива в данном случае тестировать первичную опухоль во всяком случае гены которые мы смотрим сейчас они как правило первичные драйверы и присутствуют в первичной опухоли что там будет дальше с тем как у нас это будет развиваться там будем смотреть потому что вторичные драйвера тоже наверняка в какой-то момент будут значение иметь но сейчас можно тестировать первичную опухоль и конечно парафинных блоки это основной материал на котором производится это тестирование цитологический материал не надо его недооценивать замечательные они лучше фиксируются они виксируются не формалине который повреждает днк спиртовых фиксаторах и выход очень хороший главное чтобы клеточность была но это требует отдельной валидации на уровне каждой лаборатории а дальше рекомендациями было рассматрено и вот это настоятельные рекомендации методология должна быть в средстве стандартами которые выработаны в клинической практике валидация это очень трудоемкий дорогой процесс но опять же без них best laboratory practices это ночные кошмары всех директоров молекулярных лабораторий потому что это это дорого это трудоемко но без этого никуда потому что мы должны выдавать воспроизводимые результаты время ответа опять же для патологов очень болезненный такой всегда вопрос тут надо договориться с клиницистами что будет соответствовать клиническим запросам безусловно никто не может ждать два месяца потому что все хотят начинать химиотерапию в среднем по стране в штатах это 10 рабочих дней от момента поступления материала в лабораторию кто-то быстрее стараются уложиться в этот промежуток но опять же это надо вырабатывать на месте в условиях учреждения еще очень надо хорошо понимать аналитическая чувствительность теста должна быть как минимум пять процентов мутированных аллелей мы должны с вами смочь оттуда достать из этой ткани которую мы прислали что опять же у нас гетерозигодная как правило ситуация что мы должны очень хорошо понимать это транслируется в 10 процентов опухолевых клеток материале как минимум с 10 процентами как правило нам очень некомфортно работать мы требуем как минимум 20 процентов но вот это тот минимум которому надо стремиться и это определит ту чувствительность аналитическую теста как который лаборатория должна стремиться ну и теперь что на горизонте это совсем уже инновации это те маркеры которые были рассмотрены в рамках этих рекомендаций но опять же про них даже ничего пока не было сказано они были просто названы но это то на что мы будем смотреть в будущем и может быть что-то выплывет на уровень того что мы начнем это делать может быть нет но опять же это 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 взгляд в будущее и по моему я как раз вложила свое время спасибо вам большое